Погоня за быстрыми деньгами – враг долгосрочного развития. Пора признать, что экономика региона зачастую работает по принципу «купи-продай», когда большая часть финансов идет в сферу торговли, где их можно побыстрее вернуть. Закрывать на это глаза недальновидно дает понять всему краевому аппарату губернатор. Если не будет товаров для сбыта, как раз результата производства и переработки, вся эта модель развалится, поэтому упор необходимо делать на развитие реального сектора экономики. Проседает реальный сектор экономики. Потому что сегодня наш внутренний бизнес, вот я сидел, анализировал, куда он вкладывается. Он вкладывается в торговые сети, в развлекательные комплексы. Все идут на быстрые деньги, но быстрые деньги для них самих. А что такое реальная промышленность и переработка? Во-первых, сырье, а во-вторых, реальная промышленность, как таковая работа, порождает оттуда еще и продукцию, которую тоже можно заново пустить опять-таки в очередную переработку. А у нас сегодня в это никто не хочет вкладываться. Чтобы поднять промышленность инвесторов, нужно не стимулировать, а мотивировать, то есть создавать условия для комфортного ведения бизнеса. Это сделать пока получается не всегда. За первый квартал текущего года объем привлеченных инвестиций снизился почти на треть. Сократилось и количество проектов. На сегодняшний день это 56 крупных инвест-проектов стоимостью порядка 142 миллиардов рублей с планируемым созданием почти 10 тысяч рабочих мест. По разного рода причинам они приостановлены. Основная, конечно, причина – это отсутствие финансирования. Логично, что в нынешних экономических условиях масштабные федеральные проекты закрываются. Но это не значит, что на Кубани нет внутренних резервов для развития. В этом случае не стоит недооценивать малый бизнес, напоминает губернатор. Но пока предприниматели до сих пор больше всего жалуются на нарушение своих прав в земельных отношениях, несмотря на оптимистичные результаты всевозможных рейтингов. Хотел доложить о результатах участия Краснодарского края в национальном рейтинге состояния инвест-климата в субъектах. Рассказать о тех инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются, реализованы или по каким-то причинам. Давайте о заслугах не будем. Давайте четко, конкретно. Проблемы проседания. Заслуги должны быть не на бумаге, а в бюджете. Вот где должны быть заслуги. А когда заслуги, мы говорим вот этих в слайдах, это не заслуги. Это всего лишь, я даже проекты бы не назвал, потому что пока это все проекты, они не реализовываются. Заслуги, еще раз, коллеги, подчеркиваю, не на слайдах, а в бюджете. И муниципальных образований, и края. Вот там заслуги. И в краевом бюджете. А все остальное, это попытки оправдать свою бездеятельность. Вот если хотите, слайдами в том числе. Это все красивые рисунки. Поддерживать предпринимательскую жилку нужно и там, где искать ее обычно не привыкли. Казачьи общества могут стать полноценным игроком на сельскохозяйственном рынке региона. Казаки традиционно знают, как работать на земле, и почему бы не дать им эту возможность. Венимин Кондратьев уверен, если предоставить землю казакам, они смогут зарабатывать и пополнять местные бюджеты налогами. В крае уже провели инвентаризацию участков. Казачьим обществам обещают выделить 4000 гектаров. Я убежден, что сегодня казачество будет заниматься сельским хозяйством. Оно сегодня экономически выгодно. Почему мы убеждены, что они не могут заниматься экономикой? Казачество такое же общество, такое же может стать предприятием. Так же взять в аренду, я не знаю, и технику, сельхоз. Вот почему мы как забрали у них в 2017 году землю, до сих пор отдать не можем. Возьмите и обеспечьте. Или на уровне муниципальных образований, или на уровне департамента имущественных отношений. Все, другого сегодня поручения нет. Казачья земля всего один из способов пополнения казны на местах, а значит в целом консолидированного бюджета края. Ведь в нынешних условиях важно сбалансировать доходы и расходы. И здесь краевые ведомства должны активнее помогать районам, а не выступать только в роли наблюдателей. Мы не должны быть чиновниками из Краснодара или чиновниками из края. Мы должны четко понимать, как живет в целом муниципальное образование. Должно быть полное погружение в проблему. Проседает районный бюджет, значит проседает и краевой бюджет. Оно уже все в этом связано. Поэтому подход того, что это в районе, там кто-то проседает, да не район проседает, значит край проседает. Краевой бюджет проседает. Поэтому мне не устраивает подход, что это они, это мы. Не надо кивать друг на друга. Народу нашему, населению все равно. Кто виноват? У них в целом виновата власть. Поэтому здесь мы с вами должны сделать все возможное для того, чтобы все свои обещания перед людьми выполнить. Выполнить в срок и в полном объеме. Согласно исследованию Краевого Минэкономики, за полгода максимально адаптироваться к меняющимся условиям в регионе удалось трем районам. Их показатели еще раз доказывают. Для развития на перспективу создавать условия для бизнеса нужно уже сейчас. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.